Всех приветствую на канале Мехо. На русские сервера Лолстарка было установлено июньское обновление и первое видео в этом обновлении я сделаю по событию зимолетия. Если смотреть на календарь, то мы увидим, что есть два типа зимолетия. В будние дни проходят события зимолетия вестники холода, а в выходные зимолетия порождения стужи. Поскольку выходные дни еще не наступили, поэтому я разделю зимолетия на два видео, сейчас я сделаю только по вестникам холода. Чтобы попасть в события зимолетия, надо подойти к стенду еженедельных рейдов, найти соответствующую вкладку и нажать поиск группы, ну или войти своей группой. Вам предстоит убить трех хранителей, как в еженедельных рейдах, только вот отличие в том, что эти хранители практически вас не дамажат, поэтому хилки можно туда не брать. Ну а также здесь есть уравниловка, поэтому неважно с каким уровнем снаряжения вы идете. Единственное, что роляет, это боевые характеристики, а также бижутерия. Чтобы проходить зимолетия максимально быстро, нам понадобятся две вещи. Первая это поисковые ракеты или гравировка выслеживания. Второе, нам нужно сделать билд, который заточен максимум на изнурение, а также разрушение. Всего нас ожидают три хранителя, Некросена, Беритес и Ледяная Хилгая. Ледяная Хилгая и Беритес это хранители, которые просто стоят в своих локациях и ждут, пока вы на них нападете. А вот Некросен это хранитель, который постоянно будет портоваться, буквально каждые 5-10 секунд, если вы не наносите определенное количество ему урона, он будет перемещаться из локации в локацию. Но именно Некросена является самым ценным хранителем, потому что когда вы его изнуряете, опрокидываете, отрубаете ему хвост, то из него падает, можно сказать, три астры, как в Йозмуте, которые повышают ваш шанс крита, силу крита, силу атаки, изнурение, в общем повышают ваши показатели. Эти бафы стакуются трижды и набрав три стака, вы даже в плп билде будете просто нереально много наносить урона, поэтому вам абсолютно не надо делать какой-то дд билд, главное сделать максимальное изнурение и разрушение. Причем под разрушением я подразумеваю не только увечья, но также и раскол брони работает и проницание, поэтому любые способности, которые есть у ваших персонажей, имеют эффект разрушения, используйте на хвост и он будет отлично отрубаться. Думаю уже понятно, что самая главная задача это три раза отрубить хвост Некросеня, чтобы моментально убить хранителей, но не стоит пытаться гнаться за Некросеной, потому что это практически невозможно. Намного проще просто бить Беретаса или Хилгайю и ждать пока к вам прилетит Некросена, она очень часто прилетает. В идеале стоять где-то в центре локации, потому что если вы отводите хранителя куда-нибудь в угол, вы можете просто не успеть подойти к Некросене, нанести урон, чтобы она не портанулась. Ну и последнее напоминание, что когда вы отрубаете хвост, то она гарантированно портуется в другую локацию, поэтому когда вы собрали уже три бафа, не надо больше отрубать хвост, просто бейте ее или бейте других хранителей. Вроде ничего сложного нет, за 5-6 минут, если все делать правильно, спокойненько можно проходить абсолютно любой пачкой. За прохождение зимолетия вы получаете монеты, которые обмениваются у торговца на ресурсы Т3, а также еще какие-то, какое-то мороженое, которое увеличивает ваши характеристики. Эти ресурсы непередаваемые, то есть они привязаны, поэтому нафармить с твинками и передать на основу не получится. На этом все, спасибо за просмотр, надеюсь видео помогло. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Всем пока!